Донские полицейские Комендантский час в Ростовской области для несовершеннолетних может измениться. Сотрудники полиции предлагают вести свои правила для каждого возраста по аналогии с Краснодарским краем. Причина – рост преступности среди несовершеннолетних в ночное время. Сейчас узнаем, как может повлиять на ситуацию новый закон. С утра прям заступить на смену, посмотреть, что он делает, как он делает. И на все заявки с ним выезжать отрабатывать. Обычное утро сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних. Перед началом новой смены начальство раздает задания. Сегодня все силы брошены на поиск пропавшего ребенка. Плюс отработка текущих заявок. Все правонарушения, такие или иначе связанные с несовершеннолетними, проходят через инспекцию. А по вечерам полицейские в связке с сотрудниками ППС, ГИБДД, народными дружинниками выходят патрулировать улицы. Закон, действующий сейчас, не разрешает детям до 16 лет. Находиться в общественных местах позже 10 вечера, с ноября по март, и с 11 вечера в период с апреля по октябрь без сопровождения. В 22 часа солдаты уже ложатся спать. Почему дети у нас в это время должны гулять? Будут привлекаться именно родители, поскольку закон направлен в их сторону, чтобы они обеспечили контроль за своими детьми и обеспечили их безопасность. Закон, принятый в 2009 году, на тот момент был революционно нов. Детская преступность снизилась в разы. Но прошло практически 10 лет, и правила пора менять, объясняют полицейские. Только за этот год более тысячи подростков до 16 лет заметили на улицах в ночное время. Правоохранители хотят переработать закон, чтобы для каждого возраста было определено свое время нахождения в общественных местах, по примеру Краснодара. До 7 лет ребенку запрещено вообще находиться без сопровождения родителей, законных представителей или лист, которые осуществляют мероприятия с детьми. По мнению стражей порядка, дети от 7 до 13 лет не должны находиться в общественном месте а дни с 9 вечера, подростки от 14 до 17, с 10 вечера до 6 утра. На Кубани такие правила действуют уже много лет и зарекомендовали себя с лучшей стороны. Для примера несовершеннолетних там в два раза больше, чем на Дону, а преступлений, связанных с подростками, гораздо меньше. Сейчас такие рейды по ночным улицам проводят в каждом районе области. Для проверки полицейские выбирают и оживленные парки, и безлюдные дворы. Исключений нет. Если несовершеннолетний замечен, то отвечать за него будут родители. Первое нарушение – штраф 500 рублей. Еще один проступок и родители оставят на учет. Сотрудники полиции станут постоянными гостями в доме несовершеннолетнего. Есть только пара вариантов, когда ребенок находится вечером на улице вполне законно. Хорошо. А у вас есть несовершеннолетний в большей группе? Есть, конечно. Вот они. Кроме нас двоих. Это спортсмены или вы просто... Как делать в виде спорта? Если дети возвращаются в соревнования, дополнительных занятий и в сопровождении взрослых вопросов не возникнет. Еще одна проблема. Подросткам от 16 до 18 лет категорически запрещено появляться вечером в местах, где продают алкоголь – кафе, ресторанах и клубах. А вот досуг в популярных кальянах вопросов не вызывает. Запрет на них нигде не прописан. С кальянными заведениями тут вопрос вообще открыт. Стоит на самом деле очень остро, потому что вред кальянов уже доказан. Вейперов там же нет законодательства, нет законодательной базы привлечения за реализацию вейперов и кальянов несовершеннолетних. Доказать, что в кальяне используется табак, очень трудно. Поэтому без специального закона полицейские бессильны. Работа над новым документом уже идет, и после согласования с юристами его вынесут на общественные слушания. Если жители Ростовской области одобрят новые правила поведения для несовершеннолетних, их предложат донским законодателям. А пока по всему региону устанавливают предупреждающие щиты с вопросом. А ваши дети дома? Жильцы многоквартирного дома по улице Туполева, 14, обратились в госжилинспекцию с просьбой разобраться в ситуации. Дело в том, что они весь прошлый год платили по квитанциям, по квадратуре за тепло. Хотя все приборы учета у них уже есть. Поэтому пытаемся разобраться в этой ситуации вместе с инспекторами госжилинспекции. Жильцы дома номер 14 по улице Туполева, а это семьи 144 квартир, с прошлой зимы могли платить за отопление по счетчику. Но прибор учета тепла, хоть и был установлен, не работал. И людям пришлось переплачивать, исходя из расчета за квадратный метр. Перед новым отопительным сезоном жильцы решили не платить лишнего и обратились с жалобой в госжилинспекцию. К нам поступило обращение от жителей этого дома по вопросу начисления оплаты за тепловую энергию, потраченную на цели отопления. И встался вопрос прямо, почему у нас при оборудованном приборе учета оплата идет по нормативу потребления. Мы вышли сюда с проверкой и действительно установили, что в доме есть прибор учета, но он не введен в эксплуатацию. Было выдано предписание госжилинспекции обеспечить вот этого прибора учета. И для нас важно было, чтобы это было осуществлено до начала отопительного периода. Все недочеты пришлось исправлять новой управляющей компанией и переоформлять документы после предыдущей ОК. Постановление областной госжилинспекции лишь ускорило этот процесс. Выяснилось, что компания предыдущая приборы не поверяла. Также прибор учета был в состоянии в нерабочем. Мы заменили часть оборудования по восстановлению данного узла. И когда поняли, что он рабочий, мы проверили поверку приборов учета, что позволило теперь же в этом году считать данный дом по показаниям, а не по нормативу. Также в данном доме отсутствовала горячая вода, подача холодной воды с перебоем, потому что насосная группа была выведена из строя. Предписание управляющая компания выполнила в полном объеме и в кратчайшие сроки. Есть акт допуска прибора учета, предоставлен паспорт готовности дома к отопительному сезону. Мы поставили специальные плафоны, которые работают именно при испарении, при высоком. Данные плафоны не боятся утечек холодного, бобили, погорячили, а то есть в кабель-каналах мы упустили. Ну это все для стадии в судном жиле. Да, 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 дополнительно мы не собирали. Да, и так же плюс сам музей учета, он был нерабочий. Мы заменили некоторые элементы, сделали проверку, ввели в эксплуатацию. Да, это все по статье технического обслуживания. С начала этого года в госжилы инспекцию поступило 19 тысяч обращений. Из них более 200 жалоб на проблемы с теплоснабжением. По всем обращениям проведены проверки. Инспекторы выявили 150 нарушений. Практически все недочеты уже исправлены управляющими организациями. В большинстве случаев проблемы связаны с неисправностью приборов учета. До трех с лишним тысяч доходило. Мне три тысячи сразу добавили за это. Да, а у меня 42 квадратных метра, поэтому много было. А сколько будет в этом году, я не знаю. К компании у меня проблем никаких нет, и вопросов нет. Они навели порядок, везде почистили, даже детскую площадку убрали, скамеечки сделали. Вопросов нет. Чисто в подъезде, лифт у меня все время работает, тем более восьмой этаж. Уже в этом месяце жильцы многоэтажки по улице Туполева получат квитанции с расчетами по счетчику. И могут сами сравнить разницу и выгоду платежей за этот отопительный сезон. Съемное жилье в Ростове стало доступнее. Таковы результаты аналитического исследования Федерального портала о недвижимости. Специалисты изучили положение дел на рынке аренды жилья в 69 крупных городах России в третьем квартале 2018 года. Однокомнатные квартиры в Донской столице стали доступнее, чем летом. Цены упали на 6,5% и составили в среднем 12 тысяч рублей в месяц. Примерно такая же картина складывается и в сегменте двухкомнатных квартир. В месяц за нее придется отдать в среднем 15 тысяч рублей. В то же время аренда трехкомнатных квартир значительно выросла. Сейчас за трешку просят 26 тысяч рублей. На документы по строительству автодороги в Левенцовке в Ростове власти потратят более 5 миллионов рублей. Информация размещена на сайте госзакупок. Речь идет об автодороге по проспекту Маршала Жукова от улицы Еременко до улицы 339-й стрелковой дивизии. Деньги на эту разработку выделят из городского бюджета. Документацию должны подготовить до конца апреля 2019 года. Направление движения будет двухсторонним, число полос – 4, а набережную продлят до 13-й линии. Транспортная прокуратура завершила проверку по факту затопления наплавного моста на Зеленом острове. По ее результатам выяснилось, что эксплуатирующая организация несвоевременно предотвращала наполняемость речной водой отдельных звеньев моста. Внесены представления с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц. Кроме того, за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектов в отношении трех должностных лиц и юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях. С 1 декабря в Ростове-на-Дону запретят стоянку машин в нескольких местах. Нельзя будет парковать машины на привокзальной площади 6А, на западной стороне переулка Университетского на участке от улицы Суворова 54 и на восточной стороне этого переулка от дома номер 93 до улицы Суворова, на восточной стороне переулка Университетского 52-54. Во втором случае можно будет оставлять машины в специальных зонах платной парковки. Также будет запрещена стоянка транспортных средств в рабочие дни с 8.00 до 20.00 по западной стороне переулка Университетского на участке от дома номер 93 до улицы Суворова, отмечается на сайте администрации. Сокращен срок оформления сертификата на материнский капитал, внесены поправки в федеральный закон. Если ранее на рассмотрение заявления о выдаче сертификата отводился месяц, то теперь срок сокращен до 15 дней. Отсчитываем их с даты подачи заявлений. Изменения вступают в силу и действуют в отношении заявлений, поданных с 11 ноября 2018 года. С начала осеннего призыва к местам несения службы направлено более 750 молодых людей. Большая часть из них направлена в воинские части, дислоцируемые на территории Ростовской области. Осенний призыв стартовал 1 октября и продлится до 31 декабря 2018 года. По его итогам, для прохождения армейской службы военкоматами Ростовской области будет призвано 3800 человек. На сегодня это все темы, о которых мы успели вам рассказать. Встретимся в следующий понедельник в это же время на телеканале ДОН-24.